Всем привет, с вами Голодный, и сегодня мы отправляемся в пятую локацию, которая называется Долина Скверны. Я уже тут немного подготовился, починил свое оружие, взял огненный шторм. Осталось только потратить души на повышение уровня. Возьмем в очередной раз магию. И нам нужен вот этот обелиск. Эта прогнившая долина – рай для отверженных и забытых. Ее обитатели, пораженные ядом и болезнью, живут в ожидании смерти и нападают на всех, кто спускается в долину, чтобы предложить их души той единственной, кто проявил сострадание. Как вы уже могли догадаться, та единственная – это и есть Астрея, о которой говорил святой Урбейн. И первая локация в Долине Скверны называется Ущелье Порока. В кустах здесь растет дворянский лотос. И, как вы уже могли понять, эта локация является прародителем таких локаций, как Чумной город, либо помойка из серии Souls. Да, ни одна игра в серии Souls не обходится без вот такого рода локации. Как обычно, она мрачная, темная и очень запутанная. Ну, мы сюда пришли уже достаточно прокаченным. И надеюсь, что проблем у меня особо здесь не возникнет. Возможно, будет единственная проблема – это если я не смогу совладать с гравитацией. Здесь у нас душа. Я рекомендую проходить эту локацию именно в последнюю очередь, когда вы уже разживетесь кольцом сырости. Кстати, я его не прочитал в прошлой серии. Яковина из дальних стран, позволяющая быстро передвигаться в глубокой воде. Это кольцо помогает свободно двигаться даже в самой мутной воде, но не устраняет прочих опасностей. Под прочими опасностями, я так понимаю, здесь подразумевался яд. Да, как обычно, эта локация многоуровневая. В большей степени нам придется здесь спускаться по вертикали. И здесь есть несколько вариантов ее прохождения. Первый – это сразу спуститься вниз и пройти через этот мост. Ну, тогда мы пропустим много чего вкусного. Для начала давайте аккуратно спустимся вот сюда. Самая главная опасность в том, что здесь противники, они изначально могут просто лежать и в какой-то момент просто встать у вас за спиной. У нас, как обычно, перевес. Сейчас я немножко разгружусь. В прошлой серии, кстати, я раздобыл сет Фреки. Давайте его и наденем. Одеяние почетного старца. Я уже достаточно сильный колдун. Почему бы и нет? Так вот он выглядит. Здесь у нас Моргенштерн. К сожалению, это легендарное оружие в последнее время обесчестил один из наверняка знакомых вам певцов. Ну вот, пока я тут пытался почитать, кто-то уже напал сзади. Молот с круглым навершением, утыканный шипами. Излюбленное оружие воинов веры. Помимо того, что оно обладает всеми преимуществами дробящего оружия, его шипы вызывают кровопотерю. Так же, как и исполнитель Моргенштерн, может вызвать кровопотерю ваших ушей. Он, кажется, застрял. Давайте его убьем. Давайте сначала спустимся сюда. Спустим мост. Это не шорткат. Да, хотел поставить чип. Божественный талисман. Такой у нас уже есть. Здесь можно наблюдать тело, стыканное факелами. Да, здесь большое количество противников. Они не такие сильные, но у них есть очень смертоносные атаки. Итак, давайте сначала спущусь вниз, покажу, что там. Потом вернусь обратно. Этот путь более очевидный, но если вы пойдете по этому пути, то пропустите много чего интересного. Сейчас я убью всех противников. Всех перебили. Вот, как вы можете заметить, вдруг откуда ни возьмись появились эти двое. Возвращаемся обратно наверх. Здесь также можно подняться по лестнице. И вот мы поднялись на самый верх. В принципе, мне это было совсем не обязательно делать. Если спутиться в этот пролом, можно взять душу. Траву. Но это не самое главное, что здесь есть. Можно спуститься еще ниже. Еще трава. И еще ниже. И вот, в принципе, ради чего мы здесь и спускались. Это кольцо магической слабости. Кольцо со светло-зеленой печаткой. Повышает магическую защиту за счет силы магии. Создана Герри знатоком магического ремесла и другом премудрого Фрэки Провидца. На печатке изображен человек, развернутый вправо. У нас уже есть аналогичное кольцо, где человек развернут влево, которое дает совершенно противоположный эффект. И отсюда у нас только один путь. Это спуститься вот здесь. Опять кто-то что-то ломает. Повыши тела, вороны. Вот сюда спускаться достаточно опасно. Здесь можно спуститься, как официально, по лестнице. Также через этот пролом. Но через этот пролом спускаться не рекомендую. Потому что вы окажетесь зажаты сразу между несколькими противниками. Теоретически здесь можно... Ну, теоретически можно упасть и использовать огненный шторм. Ну, это большие затраты. Проще просто спрыгнуть с краю. И потихоньку разобраться с ними. Облако тумана. И можно продолжать дальше, спускаться вниз. Но здесь есть еще один путь. Наверное, самый неочевидный. Если спрыгнуть отсюда, вон туда, вниз, в сено. Прямо почти как в Ассасинскриде. Упав сюда в сено, можно достаточно неплохо сократить прохождение этой локации. Но здесь вас встречают сразу трое противников. Если вы не будете достаточно прокачаны, то большая вероятность, что вы погибнете. Эти чумные жильцы могут атаковать очень быстро из серии атак. И освещенная палица. Палица, которая прокачана по пути веры. Обыкновенный молот, какой часто носят воины веры. Сила дробящего оружия заключается не в острие клинка. Поэтому оно незаменимо против металлических доспехов и твердой чешуи. Оно выматывает врага и ослабляет эффективность его щита. Как следует, замахнувшись, можно провести этим оружием эффективную атаку, которая наносит увеличенный урон. Ну, я не поклонник палец. Так, и здесь нужно опять сделать импровизированный мостик. И... да. Здесь нам встречаются крысы. Причем крысы здесь особенно отвратительные из-за того, что они здесь очень маленькие. И по ним проблемно попасть. Поэтому не скупите здесь на огненный шторм. Ой, мне твое съел. Надо убрать выдержанные пряности. Поставить свежие. К тому же, эти крысы еще и... да, очень быстро накладывают болезнь. И... не дай бог у вас здесь не будет цветка, которая лечит эту болезнь. Эта болезнь может высосать из вас все соки. Сама-то по себе она проходит очень медленно. И у вас быстрее закончится трава, чем закончится болезнь. И, к сожалению, у меня только два таких цветка. Но, к счастью, крыс здесь очень мало. И если здесь подняться по мостику наверх, здесь нас ждет старуха. Кстати, эту старуху переместили в переиздание. На самом деле, она должна была быть рядом с первым туманом. И, к счастью, ты там, won't you please buy something? Мой poor child is hungry. Ты не deserve to die, поэтому дай мне тебе advice. Этот place buzzes with pests fattened на диет of souls. Ты можешь делать worse than keep some lotuses for protection. The price of survival can never be too high, can it? How many years has it been since that witch Astraea came to this valley with that squid-headed night? Those ridiculous white robes of hers. I swear I got her glaring at my son in disgust. Yes, it's true. She's as nasty as they come. And she's a demon to boot. Not that it surprises me. И, похоже, эта бабуля не очень-то довольна, что Astraea пришла в эту долину. Возможно, у нее на это есть свои мотивы, о которых мы узнаем позже. Советует запастись лотосом, но, как можно заметить, эта бабуля та еще с кряга, она продает этот лотос по 2000 душ. Да и вообще у нее цены на самом деле заоблачные на все. Единственное, чем можно у нее закупиться, это отравленными стрелами. Также она продает один камень без плотных глаз. Запомните, если вдруг вам где-то не хватит этого камня, можете прийти и купить у нее его за 20 тысяч душ. Здесь появилось травяное желе, лекарственные травы, приготовленные по местному рецепту, позволяют постепенно восстанавливать часть очков здоровья. На вкус немного горчат. Где же твой сынок? Скорее всего никого сынка и нет. И это может говорить о том, что эта бабка еще там, в руне. да, падать здесь далековато. и опять у меня перевес. Оу. Вместо того, чтобы просто отойти, я постоянно нажимаю круг, и это когда-нибудь меня подставит. Садим на всякий случай траву. Выложим ненужный хлам. Здесь у нас лежит сет клирика с камнем бесплотных глаз. Мантия проповедника, часть белого наряда, носившегося во время паломничества святыми, распространявшими веру и ищущими спасения. Эта мантия неожиданно прочна, благодаря многослойности. Похоже, дораспространялись они здесь веру. как нам уже говорил Патчиц, здесь полегло достаточно много известных клириков. По идее, я сейчас возвращаюсь назад. Упав вниз в то самое сено, как я уже говорил, я сократил себе путь. Но чтобы собрать все, придется вернуться. В дальнейшем можно будет пользоваться этим, так называемым, шорткатом. И по сути, здесь я уже был. Вернулся назад. но мы еще не нашли до самого сложного в этой локации. Все эти крысы, чумные жители, это еще только начало. здесь есть противники пострашнее. И вон как раз стоит один из них. Еще и камнепад. Кстати, туда наверх может будет потом подняться. Но, к сожалению, только при чисто белой тенденции. как только в этом мире станет чисто белая тенденция, здесь вот в этом месте появится лестница. И вот это место очень опасно. Она несколько опасна вот этим здоровьком, который стоит спереди, а ландшафтом и тем, что здесь как только вы пройдете вперед, сзади на вас свалятся двое противников и вы будете зажаты в тиски. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу, лучше воспользоваться огненным штормом. Но, если у вас его нет, то лучше всего его избивать где-нибудь в такой вот коморке, уклоняясь от его атак, либо защищаясь щитом. что, конечно, очень неудобно, но это лучше, чем сражаться с ним на вот этом маленьком зыбком мостике. Тут у нас еще один уникальный предмет интерьера. Кстати, если посмотреть, то здесь можно увидеть вот таких маленьких светящихся жучков. двое отдыхающих. А, нет, даже тролль. да, не грезвуйте пользоваться щитом, он здесь тоже может помочь спасти вам жизнь. можно просто блокировать его атаку. У них очень слабый баланс, поэтому каждый удар их откидывает в сторону. Я не позаботился о своей строке маны. но в последний момент все-таки успел. Отсюда сверху хлещат какие-то потоки фекалий. И мы спускаемся все ниже и ниже и ниже. Мертвые обглоданные собаки. Возможно, жители использовали их в качестве пищи. Сами жители этого чумного места ходят вот в таких масках, которые закрывают их нос. Скорее всего, для защиты от зловония и различной заразы. Растут какие-то грибы. Да, вот эти пиявки символизируют о том, что босс совсем рядом. Буквально за этим туманом. И против этого босса очень хорошо зайдет огонь. Ну, мало того, что у нас есть огненный шторм, у нас есть еще и огненный меч. И, к сожалению, все боссы в пятой локации имеют очень странный дизайн. в пересдании их, конечно, улучшили, сделали более проработанными этих боссов, но все равно что торгует с пиявками, что следующий не внушает ничего большего, кроме как раздражения. Первым делом спускаемся к нему вниз. желательно делать это как можно быстрее, так как он начнет кидаться пиявками, которые будут высасывать из нас кровь. как только мы спускаемся к нему вниз, можно сразу включать чит-коды и чёрт, я не думал, что я убью с первого заклинания, серьёзно. Думал вам показать какой у него мувсет, но на самом деле показывать тут особо было и нечего. Мувсет у него достаточно кривой и биться с ним одно раздражение. Поэтому чем быстрее вы его убьёте, тем лучше. у нас оскол камня. Так, и наверху, по-моему, там если что-то и было, то не особо важно. Давайте лучше посмотрим, что у нас здесь в яме. всё завалено мёртвыми телами. Истерзанная душа демона. Ну вот мы и добрались до болота скорби. обелиск демона известного как торговец пиявками. Всё нечистое стекается в гигантское болото на дне долины скверны. В клоаку, полную гнили вредителей и болезней. В общем, да, вот такое вот зловонное вонючее место. Но перед тем, как идти дальше, как обычно, посетим Нексус. Друзья-клирики, наверняка у вас появились какие-то диалоги для меня. да. И, кстати, селена Винланд все еще жива. Ее можно повстречать, опять же, только выполнив особые условия. Давайте посмотрим, что у него можно сделать из полученных мною недавно душ. Кстати, у нас как раз есть три бесцветные души демона, из которых можно сделать восстановление. Чудо души первобытного демона восстанавливает значительный объем здоровья чудотворца. Господь наделил человека великой силой, чтобы тот боролся с демоническими отродьями. Также можно сделать из души торговца пиявками исцеление. Исцеляет все недуги чудотворца. Это чудо настоящее спасение от ядов и болезней, охвативших скверную долину. А из души старого монаха можно сделать изгнание. Чудо души демонического старого монаха изгоняет ближайшие черные фантомы в их миры. Это чудо является собой символическое порицание старика, призывавшего черные фантомы, только чтобы сделать их своими рабами. Но, как мы уже видели, это его и погубило. Пришло время умирать. У нас еще осталось 9 тысяч душ, этого очень мало, поэтому... Ладно, не будем заморачиваться и продолжим проходить долину скверны. Да, болото скорби. Наверное, самая худшая локация в Demon's Souls. Перездание ее пытались немного облегчить. Добавив в игру кольцо сырости. Но есть одно но. Это то, что в Demon's Souls у нас всего лишь два пальца. И придется чем-то жертвовать. Либо оставить кольцо сохранения, но при этом нам придется потратить достаточно много травы. Либо вместо кольца сохранения поставить кольцо восстановления, которое постепенно восстанавливает жизнь. Тем самым, достаточно неплохо нивелируя действия яда. Если еще к этому... Ко всему поставить щит судьи. К сожалению, у меня его сейчас с собой нет, который тоже потихоньку восстанавливает жизнь. Итак, вы уже могли понять, какие здесь масштабы. Как мне кажется, локация стала чуточку светлее, чем в оригинале. В оригинале здесь вообще было ни черта, ни видно. И для начала нужно спуститься немножко ниже. Локация еще сложна тем, что добраться до шортката здесь очень сложно. А если уж вы до него доберетесь, то, по сути, он вам уже будет не нужен, так как босса в этой локации даже боссом-то назвать нельзя. Как раз вот этот мост и является шорткатом. Безопаснее всего спуститься здесь. И это болото ядовито. Здесь сразу же за углом лежит молот. Кстати, такое уже находил. Читать я, конечно же, сейчас не буду, потому что это стоит мне жизни. А также кольцо восстановления, как бы намекая, что здесь надо бы его поставить. Потому что постоянно употреблять дворянский лотос здесь тоже не вариант. И лучше всего обследовать эту локацию по периметру. Начиная с этой стороны. Да, у нас есть отравление, которое постепенно снимает нам жизнь. Но зато у нас есть кольцо, и мы можем быстро перемещаться по вот этим фекалиям. И даже можем кувыркаться. А теперь смотрите, что бы было, если бы у меня не было этого кольца. Я бы двигался в полтора раза медленнее. Но самое страшное это то, что я без этого кольца не могу делать кувырки. Можно видеть здесь реки просто, фекалий стекающиеся в это зловонное озеро. Все бурлит и благоухает. Да, кувыркаться в этой локации особо приятно. И вдалеке мы можем видеть красного фантома. Единственное, где вы можете кувыркаться без кольца это вот на этих вот маленьких островках. Огромный плюс, что все предметы здесь хорошо видно издалека. Они хорошо подсвечены. Сломанный меч. И эта дама да, неплохо так вколачивает нас в землю. Судя по всему, у нее тоже есть это кольцо. Она очень быстро двигается. И без кольца на самом деле сражаться здесь с ней то еще удовольствие. Да, она еще и нифига не станется. Ну, зато ее меч можно попробовать запарировать. либо можно ее вообще забэкставить. Ну, что я делаю? Надо было просто ее ударить. Поеду эту даму убивать совершенно не обязательно. можно спокойно собрать здесь все эти вещи и уйти в освоясь. Здесь есть одно ценное колечко. Так, давай, иди сюда. Главное, чтобы твоя свита там не подбежала. вот как специально. Травы у нас много, жалко. Во! где твои размашистые удары? Вот я говорил, что она не станется, она, в принципе, вполне неплохо станется. Эм. Ну, бывает, что поделать. она дает два камня бесплотных глаз и обломок мерцающего камня. Да, конечно, полезно ее убить, особенно, если вам нужны камни. И кольцо кошки. Такое мы уже видели в продаже у Патчиса. оно смягчает наше падение. Так, здесь что-то, что перевешивает меня. Чистый кровавый камень. Убегаем все по периметру. да, кольщие атаки против них лучше заходят. Здесь можно видеть вот эти вот фекальные медузы. И здесь огромное количество, поэтому убивать их всех нет никакого смысла. души не дают катастрофически мало. Здесь у нас старый знакомый. Лучше воспользуемся нашей старой тактикой. Я ненавижу просто этих огромных чертей. Как только их вижу, сжигаю дотла. так, стоит поставить траву попроще. Надо будет потом сходить закупиться у лоскутика. Так, в той части болота мы все собрали. здесь вот в середине еще валяется пара предметов. дышался, заразился, опять не влазит. боевая коса. Насколько я помню, у нее нет никакого лора. Переиздание добавили уникальную косу, косу жнеца, но, к сожалению, ее можно получить только за предзаказ. И меня это реально жутко бесит, когда делают такие вещи в игре, которые можно получить только за предзаказ делюксового издания. По сути, больше их никак нельзя добыть. Я считаю, это нечестно. Можно же придумать что-то более интересное, чем просто давать то, что обычные смертные получить не могут в самой игре. Конечно, эта коса не сделает вас имбой, но для людей, которые привыкли коллекционировать все и вся, могли бы и просто через годик хотя бы просто в качестве DLC завести. Так получается, что нет возможности даже за деньги купить. Если вы в свое время не купили делюксовое издание, то хрен вам. Больше вариантов получить эту косу нет. Ну и помимо этой косы там еще есть и тесак, и пара уникальных сетов. Ну что ж, мы обследовали первую часть этого болота. Кто сказал мяу? давайте вылечим яд. Притаились тут в поносе. там дальше у нас туман, в который мы пойдем в следующей серии. ну а сегодня я с вами прощаюсь. до встречи и пока-пока. А я пожалуй присяду здесь и перекушу что ли. туман